В жаркие дни идеальные часы для тренировок до 9 утра или после 6 вечера, рассказывает фитнес-тренер Наталья Перескокова. Можно начать с бега, но если бегать по утрам, потом весь день будет повышен аппетит, что может привести к набору веса. А вечерами не каждый найдет силы для бега, да и организм быстро привыкает к однообразным нагрузкам. Наталья уверена, лучше их разнообразить. Если у вас есть цель похудеть, то лучше менять нагрузки. Один день, например, ты плаваешь в Волге, второй день ты катаешься на велосипеде, третий день ты пришел на турники, например, делаешь упражнения здесь, четвертый день ты делаешь йогу какую-то или пилатес, что-то на коврике такое в тенечке легкое. Пятый день ты, например, на пробежку вышел. В жару в дни тренировок нужно тщательно следить за тем, что ты ешь. Лучше отказаться от жирной пищи, к примеру, от мяса, за исключением мяса птицы или рыбы. Можно минимизировать слишком жирную, слишком сладкую вот сахар, потому что сладкая именно сахар, он имеет разогревающее свойство, то есть вы съели десертик и вам может стать еще жарче, то есть вы прям чувствуете, что вас в жар бросило, потеете. А вот арбуз, несмотря на то, что он сладкий, употреблять можно и нужно. Сахара там немного, зато в изобилии железа, магний и растительная клетчатка. Также очень полезны молочные продукты. Молочные продукты еще по аюрведе обладают охлаждающим свойством, то есть вы можете поесть, например, творог с ряженкой, с фруктами и пойти, и вам будет комфортнее, чем вы, например, поели условный беляш. И, конечно, не стоит забывать о воде. В жару лучше отдать предпочтение минеральной. Она восполнит водно-солевой баланс. Но минеральная вода полезна только тем, у кого здоровые почки, ведь она провоцирует выход камней. А вот обычная подходит всем без исключения. Лучше пить, конечно, по потребности, то есть сильно заливаться тоже не нужно через силу, так чтобы, если вам не хочется, но в то же время не менее, чем стакан воды там каждый час. Тренеры советуют летом не ставить перед собой высоких целей и избегать интенсивных нагрузок. Нужно поддерживать ту форму, в которой находились зимой. Легкая кардио, растяжка, тренировка с собственным весом – все, что нужно для занятия на свежем воздухе. Начинать лучше с упражнений на нижнюю часть тела. Они требуют больше энергии. Это приседания и выпады. Можно усилить нагрузки при помощи резинок. А в конце тренировки прокачать плечевой пояс. Здесь лучшее упражнение – это подтягивания. Ольга Павлова, Виктория Шара, Николай Пифанов. События.